Всем привет, с вами Софи Лайф и я только что приехала с города, а ездила я в магазинчик, чтобы забрать новый фитнес-браслет от Xiaomi Mi Band 6. Поэтому сейчас быстренько перемещаемся в комнату и будем делать обзорчик на эти новенькие часики. Ну а почему я пропала на длительный срок из YouTube, вы можете найти пост об этом в сообществе. Поставьте туда лайк. Ну и на видео не забудьте поставить лайк и подписаться на канал. Ну а мы переходим к обзорчику. Я думаю, мы можем уже переходить к обзорчику. Сами часы шли в такой вот коробочке, сильных изменений в дизайне и упаковке я не заметила. На лицевой стороне нарисованы у нас часы, написаны их названия Mi Smart Band 6 и нарисована шестерка, которая очень классно переливается. По бокам написаны у нас разные функции, которые имеются в часах. Но сзади на разных языках написана характеристика часов, кому интересно, поставьте на паузу и прочитайте. Мы уже рассмотрели коробку вдоль и поперек, поэтому давайте начинать ее открывать. Я уже знаю, что там находится внутри, так как настраивала часы. Но для вас это пока что загадка. Когда мы открыли, мы сразу же видим часы, но мы их пока отложим назад и посмотрим, что еще есть в коробке. В таком вот отделении мы видим зарядное устройство. Единственный минус это то, что тут просто шнур и нету блока питания, но также есть большой плюс. В отличие от четвертого поколения, в шестых часах не нужно вынимать капсулу для зарядки. Также тут находится еще одно отделение, в котором лежит толстая книжка. В этой книжечке на разных языках написана инструкция по использованию, а также характеристика часов. Вот техническая характеристика часов шестого поколения. Кому интересно, ставим на паузу и читаем. Мы перейдем к обзору на часы. Внешне они отличаются только размером капсулы, но она действительно больше. Сзади капсулы находятся три датчика и разъем под зарядку. Также я заметила то, что ремешок в Mi Band 4 был намного плотнее, чем тут. С часами четвертого поколения я проходила два года, и они у меня остались в отличном состоянии. Ну а теперь давайте мы их включим и посмотрим на внутренний дизайн, а также на функции, которые есть у них. Мы включаем часы и можем заметить, что экран стал действительно больше. У меня стоит такая тема, вы уже можете поставить свою, и даже тут можно ставить свою фотографию. Вверху у меня пишет сколько процентов, дальше идет время, день, недели, месяц, число, а внизу сколько шагов я прошла за сегодня. Дальше идет много функций, сначала я их пролистаю, а потом мы разберем каждую из них. Первая функция это статус. В нем вы можете посмотреть количество шагов, пройденное расстояние, количество потраченных калорий, сколько раз вам напомнили о разминке и отчет за 7 дней по шагам. Дальше идет автоматическое измерение пульса, и есть еще обычный пульс, который вы можете померить в любой момент. И наконец-то в Mi Band 6 добавили пульсоксиметр. Пульсоксиметр измеряет уровень кислорода в крови. Не забыли про уведомление, и в Mi Band 6 мега улучшенная функция тренировок. То есть тут есть самые обычные тренировки, бег на улице, беговая дорожка, ходьба, издана велосипедия и много еще других. Бассейн, йога, скакалка, разные упражнения, и также есть кнопка дополнительная. Мы в нее заходим, и тут есть танцы, тренировка в помещении, гимнастика, растяжка, баскетбол, волейбол, настольный теннис, бандментон, боулинг, бокс, уличные танцы, катание на коньках и многое другое. Мне кажется, за это действительно можно поставить лайк на это видео. Так, после тренировки у нас идет история тренировок. Тут у меня пусто. Дальше мы можем измерять уровень стресса. Есть дыхание, это дыхательная гимнастика. Также есть циклы, потом разные события, которые вы записываете в приложении Mi Fit, и они будут тут. Будильник, мы можем настраивать сколько угодно будильников. Погода. Есть функция музыки, которая вынесена отдельно. То есть вы можете управлять музыкой. Мировое время. Устанавливайте сколько хотите разных мировых времен. Дальше настройки. А в настройках у нас есть дисплей, то есть вы можете поменять. Дальше режим не беспокоить, яркость экрана, экран блокировки, включение экрана. Тут можно проведением пальца вверх и касание экрана. Потом автоматическое отключение. Тут сколько секунд. Дальше идет активация экрана. Нажмите и удержите. Потом активность, перезагрузка, сброс настроек. Какое-то, не знаю, регулирование. Потом и сведения о браслете. И последняя функция это дополнительно. Так, чего не нажимаешься? Тут находится у нас заводной таймер. Можно управлять камерой. Секундомер. Еще один таймер. Потом можно найти устройство. То есть вы нажимаете и ваш телефон, к которому привязаны часы, начнет очень сильно пищать. И режим без звука. И все. На этом все функции закончены. Вот такой вот обзор на часы. Если честно, мне часы безумно понравились. Я ненасколько не жалею о покупке. И я реально, что сменила четвертые часы на шестые. Ребята, я надеюсь, вам понравился обзор на часы. Если это действительно так, ставьте лайк. Подписывайтесь на канал Sofi Life. Всем пока-пока. До скорых встреч.